Рождественский пост Рождественский, как и пост великий, он возник из времени подготовки людей к крещению. Крещение было не в любое время. Человек пришел и покрестили. Иногда занимало достаточно долгое время. И вот накануне Пасхи такой долгий был пост. И человек входил в церковь в праздник Воскресения. А праздник Рождества – это тоже особое. Это рождение человека в Боге. Рождение Бога посреди нас, а крещение воспринималось как рождение в жизнь божественную, вхождение в полноту этой жизни. И вот пост как раз был как время подготовки к этому. Пост собой представляет не только воздержание в пище, а самое главное – духовный настрой. Навести в своей душе порядок требуется время, сосредоточенность и именно такая обращенность внутрь себя. И вот пост как раз помогает молитвенно сосредоточиться и бороться с теми привычками, страстями, которые становятся нашей второй натурой. Отец Илья, почему иногда Рождественский пост называют Филипповым постом? Это традиция церковная, потому что начинается Рождественский пост после памяти святого апостола Филиппа. 27 ноября его память и на следующий день, 28 ноября, начинается Рождественский пост. А как правильно проводить время Рождественского поста? Вот когда мы готовимся к какому-то очень важному событию, допустим, к рождению малыша, готовится семья вся, ремонт делается, готовится приданная, готовится кроватка, куда ребенку потом принесут, положат. Все настраиваются и морально, и материально. Вот так же вот и мы готовимся к рождению Сына Божьего. Можно сказать, что вся тайна Боговоплощения, что Бог явился посреди нас и стал как один из нас человек, и в руки наши вдал себя как кроткий и хрупкий младенец. И он готов и сейчас прийти к нам, вот в сердце наше войти. А для того, чтобы Господь пришел, мы должны приготовить наше сердце. Вот если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что в сердце нашем живет не только любовь и только радость, но и живут недобрые чувства, подчас зависть, лукавство, лень. И вот поэтому человек должен с этим бороться. Он должен учиться волею свою, сердце свое воспитывать таким образом, чтобы жизнь проводить добродетельно, а наоборот, всякие свои привычки, греховные страсти, их побеждать. И вот как раз в церкови установлены большие такие посты, чтобы мы регулярно настроились на этот покаянный лад, на эту всегдашнюю свою жизнь добродетельную и на борьбу с вот этой нашей испорченностью нашей природы. Поэтому время поста – это не только время, что мы делаем дома, но это время такого сугубого, усиленного посещения церкви, участия в богослужениях, подготовки к таинствам, исповедствованию причастия, возможно, участие в таинстве соборования, врачевании нашей души и тела. И вот человек преображается очень медленно. На самом деле ум наш, сердце наше освобождается от этого плена греха очень медленно. На это уходят годы и десятилетия. Это, можно сказать, целый жизненный труд, подвиг. Вот сподвигнуть себя на это, углубиться в себя. Что мы должны в себе менять? Задуматься об этом, поменять наши отношения с близкими, наш характер наш, который является действительно как вторая натура. Наши отношения на работе и так далее. Вот это все как раз просто помогает. А что говорят святые отцы о посте? Много чего говорят. Преподобный Ефрем Сирин, святой пятого века, говорит, что если возлюбишь воздержание, то обуздаешь демона блуда. В данном случае имеется не только блудная страсть, но и говорится о всех других. Что такое само по себе чревоугодие? Вот чревоугодие святые отцы называют дверь в сердце человека всем прочим греховным страстям. Это особая большая тема. Что такое страсти? По-славянски слово страсть означает страдание. Именно в этом смысле мы говорим о страданиях нашего Господа Иисуса Христа на кресте. В католической, в римской традиции даже сами Евангелия называются страсти по Матфею, страсти по Иоанну. И здесь, когда в святоотеческом понимании говорится о страстях, это говорится о болезнях, состояниях нашей души, когда постепенно, но верно грех завладевает человеческую душою, его образы мышления, его чувствами, его отношениями с близкими. И человеку, он как подчинен, что ли, вот этому диктату своих греховных страстей. Вот их называют основных восемь. Чревоугодие, блудная страсть, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. И вот чревоугодие, по сути своей, это самоугождение. То есть это жизнь в угоду себе. Сюда относятся и любое, и безмерное употребление пищи, пища какая-то пикантная, какое-то такое лакомство. В любое время, хоть ночью, вот встал человек посреди ночи и пошел шариться по кастрюлям или там в холодильнике. Что там такое завалялось? Интересно. Вот подчинить все проявления свои телесные высшему своему призванию, духовному призванию и призван человек. И вот это духовное освобождение человека, оно идет очень медленно. Что это означает, духовное призвание? Это жить по совести. Это жить по воле Божьей. Столько на нас всяких влияет факторов, каких угодно, экономические, политические, семейный уклад, производственные отношения и прочее. А у христианина, как красная нить, через всю его жизнь должна проходить, что надо учиться жить по воле Божьей, как Бог велит. И Господь не просто велит, а показал нам примеры, в том числе в святых отцах. — Отец Илья, наши зрители спрашивают, как поститься детям? — Детям мы рекомендуем начать бороться именно с того, что для него наиболее актуально. Наши дети очень сластеные, любят сладкое. Допустим, организм растет, и когда, скажем, еще сто лет назад общий уклад в русском народе был церковный уклад, то это естественно, как жила семья, так живут и дети. Но сегодня у нас дети живут своей жизнью самостоятельно. У них свои отношения отдельные от семьи. В детском садике, в школе, в училищах, в вузах. И они к нам лишь домой приходят вечером. И вот тут как-то особо навязывать что-то, понятно, что в садиках, в школах там особо не балуют. И конфет особо много, лишку сладкого не дают. Но дают тот сбалансированный рацион питания, чтобы организм рос, был крепок, здоров, витамины получал и прочее. А вот что касается дома, мы должны тоже понять, чтобы был не фарисейский подход, такой чисто внешний, формальный какой-то подход к посту. А именно подход как труд перевоспитания себя. Вот есть понятие воспитания, есть самодисциплина, самовоспитание. Вот как человек должен свою жизнь строить? Это именно надо обращаться вовнутрь, в сердце человека. Вот что нам не нравится в детях? Их непослушание, их капризность, подчас вредничание, нежелание уступить там брату или сестре, не торопятся нам помогать, ленятся. Вот на это и надо обратить внимание. Вот сейчас идет пост, а что ты готов ради Бога? Вот что ты готов сделать ради Христа? Отец Илья, а какие для кого могут быть послабления в посте? Мера поста у всех людей разная. Во-первых, по слову преподобного Иоанна Лесточника, который является как раз таким, можно сказать, законодателем, и особая неделя посвящается вне Великого поста памяти преподобного Иоанна Лесточника. Он говорит, что невозможно прыгнуть выше головы. У каждого должна быть мера поста своя. Во-первых, это послабление тем, кто на тяжелых работах физических находится, военнослужащим, беременным, кормящим матерям, немощным, пожилым людям. Этот пост рождественский, он не столь строгий, как великий. В него допускается вкушать рыба, на растительном масле пища. Кто имеет в этом нужду, приходит, просит благословения на послабление в молочной пище. Ну вот давайте воздержимся, скажем, от интернета, от того разного шатания по разным сайтам. Вот одна страничка, другая. И вот смотришь, человек уже час, второй, третий сидит ко всем спиной и только лицом туда уткнулся в экран или там в телефон. А вокруг, как будто, ведь ничего не делается. И потом, когда мы, спохватившись, вдруг начинаем набрасываться. Вот, вы тут ничего не прибрали, там не сделали, а ты чем занимался? Ты в это время сидел. И вот это и есть время поста. Подчинить свою жизнь высшему началу. Что такое высшее начало? Вот нас Господь создал по образу своему и по подобию. У нас есть три ипостаси, три наших «я». Это наш дух, наша душа и наше тело. Мы заботимся о теле, мы моемся, кушаем, спим. Когда мы устаем, нам надо обязательно отдохнуть. Точно так же и душа, точно так же и дух наш. Но вот об духовных своих составляющих мы почему-то очень забываем. А это как раз жизнь по совести. Это как раз дать очищение своей души в покаянии, собраться, пойти на исповедь. Напитать ее благодатью Божией в богослужении, особенно в церковных таинствах. И исповедство, причастие. И вот это не может заменить никакая наша суета. Наши предки жили по слову Евангелия. Евангелие говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И все это, вот все наши, то, о чем мы заботимся, все наши какие-то хлопоты, Господь, говорит, приложится вам. Потому что Отец Небесный знает вашу нужду, прежде чем вы об этом его попросите. Поэтому действительно так важно, чтобы мы о главном не забывали. У нас подход полностью противоположный. Ищите прежде всего всего подряд, а Царство Небесное вам как-нибудь приложится. Но Царство Божие, Господь говорит, оно внутри нас есть. Оно заложено в нас, как образ Божий в человеке. И вот раскрыть в себе этот источник, навести в своей душе порядок. Вот воздержать свой злой язык, быть действительно искренне усердными в любви к своим близким, любить Бога и посещать Его Церковь, родить об этом, нести эту благую весть не только словом, но и самой жизнью о поплатившемся Спасителе, о Его искупительной жертве по любви к нам и о Его воскресении посреди своих близких, где мы живем, работаем или учимся. Вот это вот и жизнь христианина. А что сделать с культурой обязательных предновогодних и новогодних корпоративов во время поста? Вопрос на самом деле очень непростой. Апостол Павел об этом говорит таким образом. Он, конечно, это адресует в послании к римлянам или в послании к коринфянам, к христианам, которые жили посреди языческого мира. Но наш современный мир ничем не отличается от языческих. Он говорит, если зовут тебя, иди. И даже если скажут, что вот это вот мясо, допустим, можно и вкусить, но когда вдруг будет немощный брат твой, тоже христианин, и вдруг увидит, что ты там ешь дело жертвенное, то он соблазнится, и его душа через это может погибнуть. Вот говорит, тогда надо воздержаться. Перевожу на современный язык. Что это означает, о чем апостол Павел говорит? Он говорит таким образом. Приглашает нас на дни рождения, в дни постов, или там на новогодние праздники, или на какие-то корпоративы. Само по себе мясо, оно Богом благословлено, нам в пищу. И тот же апостол Павел говорит, «Ем я мясо, ничего не приобретаю, не ем, ничего не теряю». Пища не приближает и не удаляет человека от Бога. Но когда мы воздержимся ради Господа, та малая, что ли, наша доля послушания, его воли, то в таком случае мы стараемся и вообще свою волю отсекать. То есть не жить, как нам пятка велит, а как, или там, желудок, или там еще что-то. Вообще вот, наверное, забота христианин не столько о кулинарии, о гастрономии какой-то, а именно о душе должна быть. А вот, приходя на этот корпоратив, если, допустим, нам необходимо все-таки быть, то давайте, в первую очередь, будем общаться, и общаться хорошо. Вот от чего надо воздержаться, это, в первую очередь, от алкоголя. Потому что вот это настолько смазывает праздник и подает ревность, может быть, там, супруге или супругу. Вот, наверное, вот это... Мы должны общаться по-братски хоть где, на работе. И коллектив, где мы работаем, для нас тоже как вторая семья. И там надо тоже по-христиански отношения учиться строить. И не только корпоративы к этому, как бы, нас ближаются всем. Наоборот. Но вместе с этим проявлять разумное воздержание. Вот воздержание. А не быть просто фарисеем. Не положено, я это не буду. Мы тем самым противопоставляем себя людям в этом гордость, в этом тщеславие какое-то. Вот я пащусь, а вы не паститесь. И не думаю, что это будет по-христиански. Но, с другой стороны, мы знаем даже примеры такие, когда и монахи иногда проявляли вот такое благоразумное... Ну, допустим, будучи пригласившими в гости, вкушали все, что предлагалось. А на следующие дни налагали на себя сугубо пост и даже вообще могли отказаться от пищи целый день. Поэтому вот давайте для нас будет пост. Это не просто вот содержимое наших желудков, а в первую очередь украшение своей души. Сейчас конец года, традиционно суетливая пора. Как в эти дни сохранять спокойствие? Как не растерять то, что мы накапливаем в пост? По слову святителя Феофана Затворника, нашего русского святого, епископа Тамбовского и много, в общем, потрудившегося у нас в XIX веке, вот он говорит, что мы должны словно фонарь подвесить над нашим сердцем. Это внимательное наше внутреннее око. Наши души — это совесть. И пускай нам совесть всегда, не только в дни постов, подсказывает, как правильно не только внешне себя вести, но и надо быть осторожным в словах, осторожных в отношениях. Иногда несвоевременное слово, как предательство, а иногда оно как пощечина. Доброе слово, оно душу лечит, оно утешит, оно поддержит, а злое слово пока лечит, оно изранит и заставляет долго потом болеть. Поэтому будем стараться действительно вот так ответственно во всем подходить. Вообще, вот этот пост — это конец года. Это время подвести итог прожитому нами году. Мы с вами 17-й год прожили под знаком столетия революции, столетнего переворота и совершенно иных отношений в нашем государстве, в нашем народе. Но это еще и большой излом семьи. Вот семья была разрушена и исковеркана, особенно в 20-е годы, 30-е годы. Порвались родственные связи. Мы, Иваны, не помнящие родства, мы подчас дальше там двоюродных, троюродных никого не знаем и не помним. Вот неспроста традиция была — поздравлять с Новым годом, с Рождеством. Это сейчас традиция во многом утрачена. Всех своих родственников. А для чего надо их знать? Для чего надо своих предков знать? Чтобы молитвенно о них, пред Богом, обращаться, молиться за упокой усопших, за здравие живых, чтобы вот эти родственные отношения, они делают нас единым целым, весь наш народ. Отец Илья, пост продлится еще почти 4 недели. Какие бы советы Вы дали нашим зрителям, чтобы это время прошло для них с наибольшей пользой? Рождественский пост полон больших и радостных праздников памяти святых. Вот прошел день памяти святой великомученицы Катерины, нашей небесной покровительницы Екатеринбурга и всей нашей области. Приезжали патриархи Александрийский, Иерусалимский, который, Иерусалимский патриарх Феофил, участвует в схождении благодатного огня на гробе Господнем, накануне Пасхи каждый год. И рассказывал особенно такие вот вещи. И вот хочу пожелать помнить о том, что христианин не живет в отрыве от церкви. Что именно посещение Божьего храма, участие в молитвенном, богослужебной жизни, в том числе память Николая Чудотворца, великомученицы Варвары, святителя Спиридона Тремифунского, нашего праведного Иоанна Симеона Верхотургского, потом праведного Иоанна Каранштадтского, великомученицы Анастасию Зарешительницы. Это дни, когда мы можем помолиться и духовно обогатиться. И вот это сердце, как вместилище, которое впитало в себя благодать Божью, должна эту благодать и источать. Господь так и говорит, что у верующих в Меня из чрева, то есть из сердца, потекут реки воды живой. Это Он говорил о благодати Духа Святаго. Вот эта благодать должна изливаться из нас. Мы должны быть, как сухая коряга, сухой какой-то пенек, засохший, вот в каком-то закостеневший, а как живая елочка. Вот мы на Рождество, на Новый год ставим елочки, да, которые напоминают нам о жизни посреди зимы. И вот так и мы должны приносить плоды любви, радости, мира, терпения, целомудрия, чистоты. И эта вера должна в нас умножаться и крепнуть. Я знаю, что традиционно у Вас проходят рождественские концерты, большая рождественская выставка, ярмарка. Она проходит не у нас, она проходит в нашем городе. Да, да, да. И это уже 11-й год, 11-летний такой у нас фестиваль проходит. Это совместный проект нашего управления культурой, управления образованием города Полевского дворца, культуры Северского трубного завода и Свято-Троицкого храма. Ежегодно в этом празднике участвуют практически все школы, города и районы, детские садики, учреждения, культуры. Это действительно большой праздничный концерт. Это выставка. Буквально уже на следующей неделе завершается срок подачи заявок. И поэтому надо поспешить, если кто-то хочет успеть. Кроме того, Рождественский пост – это время дел милосердия, благотворительности. Поэтому есть и наши благотворители, которые участвуют в этом, и хотят в этом участвовать, свою какую-то малую толику бизнеса посвятить вот этому событию огромному, Рождества Христова. Поэтому мы искренне всем благодарны, кто отзывается. Это традиционно в сам день Рождества, 7 января, хоть он в этом году придется на воскресный день, в час дня в Большом зале Дворца культуры будет происходить этот фестиваль под Вифлеемской звездою. А в Малом зале на втором этаже будет развернута выставка. Это надо посмотреть, прийти со всей семьей, с детьми, с внуками, с друзьями, посмотреть, сколько кропотливого труда, педагогических талантов, родительского усердия, детского вот этого находок, сколько действительно мельчайших по час, там кропотливейших труда вкладывается вот в эти малые приношения новорожденному Христу. Я благодарю вас за беседу, всего вам доброго. Спасибо, Господи. Вы смотрели программу «Актуальная тема». Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч.